На Олимпиаде, как и во время сдачи ЕГЭ, все серьезно и строго. На столах паспорта, задания и ручки. В этом кабинете сдают немецкий язык. Ребята выполняют письменное задание. Немецкий язык мне нравится больше, чем английский. И Олимпиада распроводится. Я решил участвовать, попробовать свои силы. Мы совершали с нашей учительницей по немецкому языку тур по Европе. Там были различные страны, в том числе Германия, Австрия. Швейцария. Мне очень помогли знания немецкого языка. В общении я познакомился с некоторыми друзьями. Мы сейчас переписываемся. А здесь собрались ученики, которые владеют французским языком. Они выполняют одно из сложных заданий – аудирование, то есть понимание устного текста. Ученикам предлагают выслушать фрагмент аудиозаписи, а потом изложить все на бумаге. Конечно, очень радостно видеть этих ребят. Знать, что им недостаточно только школьных знаний, а с помощью учителей, своих родителей, с помощью своих усилий. Они еще и хотят получить новые знания, выйти на новый уровень. Если на первом этапе ученики выполняли задания письменно, то на втором они покажут свои знания устно. Всего в Олимпиаде участвуют 46 человек со всего города и района. По словам преподавателей, состязания выявят не только хорошо подготовленных, но и творчески одаренных школьников. Результаты Олимпиад будут известны уже завтра. Ученики, которые наберут наивысшие баллы, отправятся на республику. Альбина Валеева, Ренат Харасов. Новости НТР.